Оп, и все. Ну что делать, блин? Самых доля. Честно говоря, были бы взрослые, я бы себе взяла. Подделочки делать не надо. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. И сегодня, наконец-таки, я снимаю на своем долгожданном мечтанном пони. Это фон в спинках белой кровати. Я кайфую. Итак, сегодня у нас будет фикс-прайс, и помогать мне будет Денечка. Скажи всем привет. Чем-то есть. Вот, у нас целый, огромный пакет фикс-прайса, смотрите. Я набрала тут и новинок, и не новинок, и игр всяких развлекушечных. Взяла еще калькулятор, но калькулятор это для Деньки, он любит играть. Да, День? Ага. Самое интересное, что, самое классное, что он работает от солнечных батареек. Я смотрю, он играет, играет, батарейку захожу, а здесь ее нет. Класс. Я не помню, сколько стоит. Здесь у меня есть, кстати, этот чек. Я цены напишу вот здесь в день. День, наиграй пока. Вообще, в карантин я набрала очень много всяких разных игр. Мы будем играть, будем все это тестировать. Вот такая игра, 199 рублей, маленькая техническая неполадка. У меня пропал файл, который оказался между, и некоторые покупки не попали. Поэтому я попыталась воспроизвести, как все было, но укладка уже не та. Итак, вот это баскинбольная игра, баскинбольная игра, которую я планировала взять в фикс прайсе уже давно. Но подумала, что будет Денька кидать мячик там сильно высоко. Ну, как бы не для дома, думаю, для частного. Я даже где-то говорила в видео, что это, скорее всего, для частного какого-то сектора, но не дома. Но, по-моему, мячик здесь маленький, резиновый. Это будет, короче, в отдельном видео у нас, обзорчик на моем втором канале. Ссылочка под видео будет. И, в общем, набор все-таки взяла. У нас есть еще палатка такая, и там тоже есть такое кольцо. Он туда прекрасно пластмассовые шарики кидает, ему нравится. В общем, я решила взять, посмотреть, что будет. Далее я взяла еще вот такой второй набор. И здесь мне понравилась девочка, которая вот из этой воздушной трубки, она тут выдувает такая. Я думаю, Деньке понравится заниматься. Он вообще любит у меня фломастеры, они у нас быстро засыхают, конечно. Он их вытаскивает, и они лежат. И колпачки не всегда закрывают. В общем, 199 рублей. Тоже тут волшебные фломастеры. 2-14 фломастеров меняющих цвет. И воздушные трубки, где что-то выдуваешь. Это мне тоже интересно. Я тоже хочу сделать отдельный обзор на второй канал. Вот такой с детками. Если кто-то их брал, то пишите свои отзывы. Так, еще я взяла контейнеры. Вот такие вот контейнеры. Здесь их 5 штук. Контейнеры. 0,23, 0,4, 0,73 литра, 1,3, 2, 1 литр. Контейнеры на самом деле пластиковые. И я так поняла, 99 рублей стоят. Они все время портятся. Знаете, через какое-то время они все-таки такие уже, знаете, подратые там. Где-то, может, не отмываются даже. Ну, короче, они портятся. И вот у меня контейнеры, которые старые. Мне в них, честно говоря, уже даже не хочется ничего вложить. Я увидела эти красивые контейнеры. Думаю, ой, возьму. С ними всегда удобненько. Что-нибудь приготовила сразу в контейнер, в холодильник. Красивенько, аккуратненько. И, ну, реально удобнее, чем в кастрюле. Поэтому я взяла контейнеры. Так, для дома. Давайте для дома. Смотрите, какой коврик. Я взяла красивый. Долго думала сначала брать, не брать. У меня уже, у меня коврики как бы есть, да, и в ванне, и в туалете. Но там такие коврики, которые все-таки, ну, они резиновые. Они не выжимают воду, да. То есть там на тот коврик нужно еще сверху класть коврик, который все-таки впитывает воду. Вот. И когда я увидела новый коврик какой-то, тем более мне цвет понравился. Надпись Home. Конечно, я бы хотела что-то одноцветное. Ну, короче, это самое подходящее там было. То, что мне понравилось, я взяла. Здесь он тканевый идет. Здесь он идет такой прорезиненный. Он не скользит. Я уже его опробовала. Он не скользит. И реально, ну, как бы он хорошо сохнет и впитывает. Я вчера купалась, и этот коврик уже стоял у меня. Я ножками вышла на него, встала. Да, оно все намокло. Я его никуда не вешала, ничего. Но утром я вышла зубы чистить. Встала на коврик, а он сухой. То есть он быстро высох. Это классно. Так что коврик мне нравится. Там еще другие расцветки были. Вот девочки постелила. По-моему, смотрится очень неплохо. Неплохо два этих вот коврика. Просто вот эти коврики, если на них наступаешь мокрой ногой, то, конечно же, все, ну, как бы прям вода там плескается. Ничего не впитывается. Поэтому на эти коврики сверху нужно было ложить еще специальный какой-нибудь, ну, полотенчико для ног. А здесь, я думаю, совсем все по-другому. Здесь, во-первых, он не скользит. А во-вторых, ну, как бы будет впитывать. Нет-нет, все-таки ткань. А здесь такая резина. Ну, и смотрится в целом, по-моему, очень даже ничего. Надеюсь, сильно не слышно ремонт на фоне. И Дэнни играет в мячик на фоне. Ну, что делать, блин? Целых делятся. Смотрите, что я взяла. Это очиститель для стекол. У меня есть старая очистилка для стекол. Что-то она мне не нравится. Она какая-то неудобная, вся расхлябанная. Вот эта чуть-чуть поменьше. И ручка здесь покороче вот так делается. Мне кажется, что ей будет удобно стекла наши мыть. Вот эта штука мне даже больше нравится. Она снимается тут или нет? Ну, короче, она мне нравится больше, поудобнее. Вот я решила взять. И еще она телескопическая чуть-чуть увеличивается. Смотрите, резиночки какие я взяла. Сначала я подумала, ну вот до смех. Сейчас, еще тут, по-моему, у меня упаковочка. Вот эти резинки, вот до смех подумала. Потому что они реально, знаете, как резинка от трусов. Просто завязана на узелок здесь и все. Но потом я увидела расцветочки. Мне очень понравились. Ну, вот расцветки прям сыграли большую роль. Вчера я сняла одну резиночку. И сделала себе гульку. И хотела заплести. Но, блин, они плохо тянутся. Вот я просто даже взяла вот так. Все. Оп и все. А я люблю, когда реально тянутся как следует. По-моему, светлые получше были. Сейчас попробую. Которые без рисунка. Сейчас проверим. Ну, такие же. Короче, резинки эти не айс. Может быть, они хорошие будут для тоненьких волос. Знаете, не объемных таких. Но вот на мои волосы, ну, просто вообще. Для деток это вот. Может быть, я племяшек своей дам. И, кстати, вот что еще за племяшку. Я взяла ей вот такую ветровочку. Я когда увидела эти ветровочки, я офигела. Думаю, какая красота, какая милота. Цвет невероятный. Здесь такая непродуваечка идет розовенькая. Здесь у нас идет змейка. Внутри хлопок. Цвета там были разные. Там был мятный, голубой, сиреневый. Все вот такие яркие, светлые. Плюс там были темные. Для мальчиков тоже черные. Цвет хаки. По-моему, темно-синий был. Но я не взяла деньги. Ну, я хотела сначала. У меня рука порвалась. Порвалась рука. 199 рублей, кстати, стоит. Но я сразу вспомнила о нескольких ветровках, которые у нас есть и которые мы не успеваем носить, если честно. Поэтому я просто ударила себя по руке. Взяла только племяшки. Племяшка все-таки, она девочка, да, и они меняют постоянно все. Ну, сейчас все равно еще холодно как бы. Ну, я взяла вот на вырост. Вот такую вот классную ветровку. Честно говоря, были бы взрослые, я бы себе взяла такую ветровку. И взяла вот такой вот клей, карандаш. Это для того, чтобы Денька у меня игрался, занимался, развивался. Берете листик, например, мажете его клеем, даете ребенку овсянку, например, и пусть он вылепливает эту овсянку. А, рисуете чего-нибудь еще. Рисуете на этом листике что-нибудь, например, зайку. Перевели вот так вот там через переводнушку на окне, да, и намазали что-нибудь. И пусть он, допустим, тельце или зайку этого выклеивает из овсяных хлопьев, например, да. Ну, или бы что-нибудь другое из бумаги вырезали цветной, да, надо было еще цветную бумагу взять. Но у меня, честно говоря, где-то есть цветная бумага. В общем, клей-карандаш, он нужен, особенно для деток, вот именно клей-карандаш. Не ПВА, ничего, а вот клей-карандаш самый удобный. Вот, короче, я вставила эти продукты, которые вырезалось, файл был поврежден. А теперь дальше продолжаем то, что я снимала первый раз. Так, что я взяла? Первое бросается в глаза. Новые аромалампы появились, девочки, офигенные. Вообще сейчас то, что у нас происходит, да, вот эта самоизоляция, вирусы, все дела, очень-очень эффективно. Я даже в Зубаревой смотрела и прямой эфир, и везде многие врачи, и те люди, которые с ведущего, там говорят, что масла эфирные очень кайфовые. Я себе уже заказала на джун, по-моему, жду лампу, вот, масляную специальную, но она какая-то там супер-пуперская, да. А это я увидела за 77 рублей всего лишь. На самом деле не обязательно эфирную лампу вот эту вот, да, масляную лампу, или как она правильно называется, не обязательно солнце село сразу. Видели, как свет поменялся? Там даже, по-моему, можно капнуть на ткань или на ватный диск и положить на батарею, и уже будет эффект, да. Поэтому все это дело работает. Я вот такую зелененькую взяла. Сюда мы кладем свечечку, сюда мы капаем то, что нужно, да. Там чайное дерево, например, сейчас очень хорошо. Ну, я еще почитаю, что можно миксы сделать. Две капли того, три капли того. Пишите свои рецепты, если вы знаете, да. И все поставили, и она такая красивая вообще, мне так нравится прям. То есть она будет красиво создавать такой эффект. И плюс будет вот этот вот эфир идти от масел. Это очень сейчас полезно. И там есть, там были чайнички такие, знаете, типа голубенький чайничек классный. Был квадратик розовый, но розовый мне уже изрядно поднадоедает, как бы, да. Потому что у меня много розового было раньше. Еще там что-то было. В общем, вот такие аромалампы, которые сейчас очень актуальны. Видите? Так, еще я взяла вот такие вот два платочка. Ну, я не знаю, они мне пригодятся. Вообще я их Дэнки, может, взяла, если он не будет их носить. Знаете как? Вот так вот берешь. Просто хлопок обычный, тоненький. 50 рублей, по-моему, стоит. Вот так вот берешь, да, и завязываешь вот здесь. Ну, и типа такой прикольный получается пацанчик бегает, да? Вот этот красный мне прям понравился. И вот такой. Можно как бандану завязать. И вот так, или вот так. Тоже прикольно. А это я себе могу вообще. Красивенько, да? Цветной такой, красивый. В общем, такие квадратики. Там было очень много разных цветов. И совсем есть детские такие, с рисунками. Мятные, фиолетовые. Есть такие вот, как более такой, да, может, даже взрослый. В общем, такие. Они вообще прозрачные, легкие. Мне кажется, прям ситец какой-то. Так, дальше блокнотик. Ой, сколько у меня этих блокнотиков. Ну, вы поймете, почему я его взяла. Потому что у него невероятные какие-то такие сердечки сахарные. Прям я увидела. Они такие прям объемные, сахарные. Такие глазированные какие-то офигенные. Ну, и внутри обычная тетрадь. Но вот этот рисунок меня просто радует. Поэтому я ее взяла. Хотя у меня их много. Но я рада буду, если у меня на рабочем столе будет лежать такая тетрадочка. Вот такие еще резиночки, смотрите, тоже. Они тканевые немного. То есть, раньше, которые мы брали, они такие были. Силиконовые? А, вот ты печеньку увидел. Ты хочешь попробовать? Ага. Вот, Денька уже хочет попробовать печеньку. Ну, давай откроем заодно. Попробуешь, скажешь, как тебе. Доставай одну. Попробуй. Садись и кушай. Короче, вот эти ткани, вы симпатичные, мне тоже понравились. Я их решила взять. Набрала кучу дезинфицирующих салфеток, девочки. Раньше я прям искала, и, по-моему, я даже в обзорах вам где-то говорила, что влажные салфетки вот эти антибактериальные. Вот, для всех типов кожи. Ну, не содержат спирта. Не знаю, за счет чего антибактериальные, кто знает, скажите. Но они антибактериальные, их одно время прям не было. И когда я увидела маленькие такие, их очень удобно с собой таскать, все время ручки вытирать. Причем я их набрала, вышли из дома, и я забыла. Думаю, у меня дома 6 пачек. Так они мне нужны. Вот такую красивую ленту взяла. Не знаю для чего. Но я всегда думаю о том, что когда я девочкам упаковываю со своего магазина посылки, да, мне хочется как-то красиво что-нибудь налепить где-то, да, сделать. В общем, декоративный скотч такой появился. Новый. Смотрите. Два широких. Тут перья, цветы и цветочки. Кстати, я не один взяла, а вот еще взяла. А здесь у нас стрекоза, бабочка и перья. Короче, очень красивый скотч. Я не смогла пройти мимо. Очень красиво. Что-нибудь обязательно сделаю. Это же клейка? Да, это клейки. Клейки. Короче, кто занимается, там, знаете, красотой какие-то делаете, всякие подделочки. Вот есть. Подделочки. Подделочки. Подделочки делать не надо. Что с моим чеком? Девочки, цен не будет. Что с моим чеком? Цен реально не видно, крошки. Но я посмотрю в интернет-магазине, поставлю. Ну вот он, чек. А знаете, почему он такой? Когда я прихожу домой, я сразу все пшикаю дезинфектором. Потом что-то мою, что-то так и оставляю. Ну, спиртом, короче. Вот. Хотя вот здесь вроде можно чуть-чуть проглядеть. Хотя нет, нет. Какие-то нули и сплошные. В общем, я в интернет-магазине посмотрю, все равно цену вам поставлю. Так, купила батарейки. Потому что батареек все время не хватает. Вот такие Energy AA 3 плюс 1. И вот такие вот шлепки. Они были одни, девочки. Я подумала, что они где-то, наверное, муж 39-го размера. Но нифига, они 43-го размера. Но я думаю, что они хорошо пойдут моей маме. 43 написано. Мамы 41. Но они чуть-чуть маломерят, мне кажется. В общем, они были одни. Я не нашла вторые. Если бы такие были моего размера, я бы их обязательно взяла. Они вот здесь вот прям такие, знаете, крупные, кругляшки, мелкие кругляшки. Прям такой массажер для ног офигенный. Для ног офигенный. Офигенный. Они полностью дырки здесь, да. То есть это в душ ходить, например, да. Или там, я не знаю. Ну, не по пляжу, наверное, песок весь будет. Но в душ. В душ или там что-то такое, да. Здесь силиконовые. Короче, они какие-то такие стильные. Мне так понравились. Я решила их купить. Откупы. И подарю их маме. Стоили они, по-моему, 199 рублей. Но я еще продублирую, если я их вообще найду на сайте. Давай попробуй печенье. Я же должна вам сказать. А что ты молчал, что они такие вкусные? Ну что, прощаемся? Подожди. Я же вот что хотела тебе померить. Давай померим. Смотри. Смотри, вот ты бурку лятите. И мы вот так вот здесь делаем. Смотри. Стой. Красиво. Смотри, как. Мы тут завяжем. Как, знаете, это слюнявчик. Блин. Мало завязала. Вот примерно так вот. Раз. И кожанку, например, какую-то. Это же модный. Красиво, Дэн? Тебе нравится? Мам старалась. Все, мои хорошие. Я вас люблю. Целую. Понравились наши покупочки. Обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Мы с вами прощаемся. До следующего видео. Пока-пока. 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 Продолжение следует...